Сегодня я возьму аккаунт обычного игрока, и попытаюсь сделать из него топпера на сервере Рисмай. Кстати, целых 70% зрителей смотрят ролики без подписки. Так что, подписывайся, пожалуйста. Желаю приятного просмотра. Окей, я нахожусь на сайте random.org, и здесь мы вводим, минимальное число это 1, и максимальное это у нас 12. Нажимаем на кнопку generate, и нам выпадает 11. Отличненько. Теперь мы подбегаем к этому NPC-шнику, и заходим на 11 классический гриф. Ну и теперь, если мы откроем таб, то увидим то, что здесь 20 игроков. Короче, пишем команду тэпо, зажимаем таб, и просто подождем 3 секунды. Раз, два, три. Вот, ребята, этот игрок у нас побеждает в рандоме, он у нас кто? Давайте мы посмотрим. Это, ребятки, у нас, как раз гидра. Хорошо, мы забираем его ник. Теперь мы должны, ребята, его кикнуть с сервера, потому что нам нужно войти на его аккаунт. И всё, я его кикнул, отлично, ребята, всё, быстро, 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 быстро выходим и входим. Вводим его ник сюда, и, ребята, быстренько, просто максимально быстро входим на сервер Арис Майн. На котором ссылочка есть в описании, так что присоединяйтесь, всех вас жду. Ну и вот, ребятки, я уже успешно вошёл с нового ника, точнее, с нового аккаунта. Ну и давайте мы зайдём, опять же таки, на 11 классический гриф. Посмотрим, ребята, что он тут делал. Окей, это ваша территория, это меня, ребята, уже радует. Но что это вообще за коридор? Давайте мы взглянем. А, походу, это чья-то база. Мгм, смотрите. Вот только, ребята, ресурсы у него... О, ого, окей. Подождите, возможно, ребята, гораздо у него будут какие-то ресурсы, и я взял не того игрока на прокачку. Но, по всей видимости, ребята, тут вообще ничего нету, кроме как дофига бамбука. Окей, ребята, входим в следующую комнату, и здесь у него полезный хлам. Давайте посмотрим. Здесь ничего нету. Ребята, тут вообще у него ничего нету, камон. Единственное, что я нашёл, это броня. У него здесь всего лишь, ребята, Z2, то есть это, ну, беспонтовая броня. Реально. Однако у него есть ещё одна комната, где у него, походу, здесь зельки. А, нет, тут бамбук. А зачем у него бамбук? Зачем так много бамбука? Если вы, ребята, знаете, напишите в комментариях. Возможно, я чего-то не понимаю, но у него, ребята, действительно, тут очень много бамбука, но... Откуда? Зачем? О, это, ребята, фармилка! Это какая-то фармилка, сто процентов. Окей, ребята, у него гидра, поэтому давайте мы приезжаем хом и посмотрим, есть ли у него какие-то домики. Подожди, у него ещё нет домиков, что ли? Серьёзно, что ли? А, нет, вот. Что? У меня, ребятки, немножечко пролагало, но неважно. Давайте посмотрим, что у него здесь. Здесь тоже будет какой-то максимальный хлам и... Ё-моё, это целая ферма бамбука! Или бамбука, как правильно, не знаю. Посмотрите на её размеры! Господи, как это мог построить обычный игрок, точнее, гидра. Окей, давайте посмотрим RK-инфу, возможно, ему кто-то помогал и... Ого! Да, ребятки, ему помогали-то сто процентов! Но сегодня я ему помогу ещё больше, потому что сегодня я буду прокачивать его аккаунт. Я уже заметил то, что у него очень много долларов, но Арисов у него не так уж и много. Именно поэтому я нашёл на сайт ArisMine и давайте мы ему купим немножечко кейсов. Матаем немножечко вниз и вот это ключи, ключи, ключи с Арисами. Вот они. Давайте купим 10 ключей, они стоят не так уж и много, поэтому всё. Давайте, вбиваем в него ник, режим классический, почта. Давайте, любую почту пишем. Нажимаем, где принимаю условия, российская карта и оплачиваем. Погнали! Ну и вот, ребятки, в чате написало то, что я купил 10 кейсов с Арисами, поэтому что мы сейчас делаем? Мы прописываем команду спаун и быстренько бежим к этим кейсам. Открываем любой из них, например, это будет в посередине, и открываем кейс с Арисами. Давайте даже сразу три ключа, почему бы нет? Нажимаем открыть, и это всё. Смотрим, ребята, что мне выпадет. Мы открываем сразу три кейса, и нам выпадает 200 Арисов. Окей, хорошо. Выпадает 300 Арисов, отлично. И что ещё? Да ладно! 800 Арисов! У нас есть ещё, ребята, 7 ключей, поэтому давайте мы откроем... Давайте один и повысим шанс. А, подожди. Я могу... Подожди, я могу... Да! Ребята, смотрите, я могу повысить свой шанс. Нажимаю сюда, вот эта штучка загорается оранжевым. И давайте мы откроем снова три ключа. Сразу же, ребята, сразу же три ключа. Открываем, и нам должно сейчас выпасть просто что-то невероятное. Давайте будем смотреть. 100 Арисов. Э, 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 какой 100 Арисов? Нет, 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 нет. Ты, ты угораешь. Это серьёзно. Ребята, видимо, этот кейс очень плохой. Давайте откроем, например, вот этот, и снова... Блин, повышаем шанс. Давайте повысим. А, мы не можем повысить! Окей, хорошо, ребята, открываем три кейса. Я не могу три кейса. Почему? Почему? Один? А, отлично. Окей, ребята, отыграем по сцене наш кейс, походу, и... Давайте просто молимся, чтобы мне выпало 500 Арисов. Давай, давай, давай. 100 Арисов. Да ты, да ты угораешь. Серьёзно. Ладно, ребята, у нас уже есть 1300 Арисов, поэтому это тоже достаточно неплохой результат за 350 рублей. Угу. И мы только взяли девчат. Какой-то игрок просит меня перевести 60 тысяч. Давайте мы к нему отдам телепортацию, потому что я не знаю, ребята, кто это вообще такой. Возможно, это его тиммейт, а возможно, это просто левый игрок. Так, он меня кидает на спаун. Угу. Напиши ему привет. А он мне отвечает, срочно переведи 60 кап уже. Угу. Понятно. Спасибо за привет. Давайте поинтересуемся, ты кто? Егор. И что? Ребята, почему я должен ему давать 4000? Я не понимаю, честно говоря. Ну ладно, ребята, давайте так уж и мы дадим ему 60 этих тысяч несчастных, потому что сегодня всё-таки я этот аккаунт прокачиваю, и эти 60 тысяч ему 100% ещё вернутся. Ну, точнее, мне вернутся, да. Окей, у нас на планте 1300 Арисов, поэтому давайте, ребята, мы сразу же зайдём в косметику, и я хочу себе купить духа. Где-то они вот здесь вот находятся. Вот, духи. И давайте мы купим себе, например, давайте зимний дух. Почему бы нет? Мы его можем купить за Арисы, либо же его примерить. Давайте сначала примерим. Да, примеряем. Нажимаем на F5, и, ребята, вот такое вот чучело будет у нас всё время. Не, мне такое не очень нравится, поэтому давайте мы лучше немножко поменяем. Угу. На примере, ребята, давайте мы купим духа, давайте дух пушки. Мне кажется, он будет очень круто смотреться, поэтому примеряем его. И давайте посмотрим, как мы с ним смотримся. Слушайте, а мне нравится. Прикольно, прикольно выглядит. Как раз, ребята, стоит он не так уж и дорого, всего лишь на 1200 арисов, поэтому мы его покупаем, и теперь мы можем его, всё, призвать. Отлично, ребята, смотрите, теперь эта штука будет у него постоянная. И я, ребята, заметил то, что у него уровень шестой, и очков целых четыре, и я предлагаю немножечко ему прокачать вот эту штуку. Если вы не знали, то есть такая штука, как прокачка аккаунта, и мы можем купить, например, печателы, почему бы нет. Но за это у нас снимется одно очко, поэтому нам нужно его как-то зарабатывать. Зайдём в окладку призы, и он, ребята... Ничего не забирал? Он не... Ребята! Или... Или... Он, ребята, не забирал, он не забирал, по-моему, шестой левел. Да, ребята, он шестой левел не забрал подарки. Ты чё, чё? Мы, ребята, сейчас халяну получили с вами шесть браков Еврибии и отвар Геракл, который даёт силу 2, регенерация 3, сопротивление 2 и замедление на 3 минуты. Ой, замедление 3 на 2 минуты. Да, ошибся. Ну и чтобы качать свой уровень, нам нужно прописать команду Куэст. Он, ребята, тот что-то уже выполнял, вот землерой он выполнял, ещё алмазный магнат, но он не выполнил в эту штуку эндер-сундуки. Вам не будем добить 50 эндер-сундуков и награда 300 экспишек и валюта 50 тысяч долларов. Нам срочно нужно каким-нибудь образом нафармить все 64 эндер-сундука, но я же это прокачиваю аккаунт, правильно? Поэтому просто, ребята, смотрим на рынок и смотрите, я уже, ребята, нашёл эндер-сундуки и они стоят 20 тысяч. Угу. Давайте представим ещё аукцион, я уверен тоже, что здесь будет какой-то обсидиан, который мы сможем купить и сделать намного дешевле эти эндер-сундуки, правда. A few minutes later. Блин, ребята, а по всей видимости-то и нету, да ладно, нету обсидиана на варпо-аукционе, чего? Ладно, ладно, ребята, зато тут есть эндер-перлы, поэтому давайте мы их скупим, как раз таки 64 штучки мы их покупаем, вот таким вот образом. И купим все 64 палочек Блейзом, как раз таки они продаются за 35 тысяч, мы их покупаем. О, смотрите, мне, что мне пишут, нужно от фантомов защитить, кого тебе надо защитить-то уже? Ладно, ребята, на Егора мы не обращаем внимания, потому что нам сейчас нужна супер-крутая кирка. А она, ребята, продается у нас в шопе, вот как раз таки она, кирка, по-моему, да, гермеса. Эффективность 10, прочность 5 и удача 3, всего лишь-то за 3000 арисов. Ну да, всего лишь-то, угу. Короче, недолго думаем, я купил 20 кейсов с арисами, и теперь, ребята, мы отправимся на спаун. Я предлагаю открыть, например, вот этот кейс, потому что мы его точно еще не открывали. Открываем, значит, кейс с арисами, 5 штучек, и используем повышение шансов. Да, давайте, ребята, все, открываем кейс, и я надеюсь, что сейчас не выйдет просто 1000 арисов с одного этого штучка. Да как, ну какой 100? Нет! Бро, давай, 200 арисов, хорошо, 200 арисов уже, ребята, неплохо, и, да, 200 арисов, хорошо, ребята, уверенно идем, но... Бачка, какая сотка? Как, ты че угораешь? Да ладно, 700 арисов, ты серьезно? Окей, ребята, попробуем вот этот сундук, и откроем 5 кейсов только без этой штуки. Поним, полу... Блин, 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 все, у меня уже язык заплетается. Все, нажимаем открыть кейс, и все. Надеюсь, что мне выводит 1000 арисов, пожалуйста, давай, сотка, неплохо. Ребята, все равно это хоть что-то. Хотя уже две подряд сотки. Давай, давай, две, да нет, еще одна сотка, давай 200, пожалуйста, давай, давай, 200, хорошо, ездим дальше, пожалуйста, давай, давай. Да, 800, ты че угораешь? 800 арисов! И это, ребята, внимание, я не использовал вот эту штучку, вот эту вот, повысить шансы. Как это работает? Оно же должно повышать шансы. Ладно, не важно. Давайте откроем вот этот кейс, опять же, ребята, 5 ключей сразу же используем, открываем без удвоения шанса. Надеюсь, что у меня сейчас выпадет 300 арисов, ребята, сразу же 300 арисов. Не надо, короче, эта штука вообще, наверное, пользоваться. Хотя и вот остальное желает лучшего. Да, потому что мне выпадало... Стоп, нет! Да что, 800 арисов? Ты че, угораешь? Мне выпало больше без в этой штуке, чем с этой штукой. Это очень странно. А, подожди... Все? Закончились? Ребята, у меня закончились ключи! Да ладно! А если мы выпишем баланс, давайте пропишем баланс, то у меня сколько? 2 400 арисов. Ты че, серьезно? Ты угораешь. A few minutes later. Короче, ребята, я купил 2000 арисов, потому что я задолбался и крутить эти кейсы. Правда. Теперь мы прописываем команду шоп, и давайте, ребята, купим гирку гермеса. Да, ребята, просто жесть! Посмотрите вот сюда, на вот эти... Ах, у меня основ нет, реально. Для безопасности мы откроем свой эндер-сундук, и да... У вас нет... Да ладно, у вас нет прав. Это же гидра, я забыл. Черт. Ладно. Тогда, ребята, просто обравимся на РТПС, и давайте сейчас найдем какую-нибудь, не знаю, пещеру, шахту, где будет много обсидиана. Я думаю, то, что это не заставит нам большого труда, поэтому через 5 минут вернемся. A few minutes later. Ребята, я нашел лавое озеро, отлично. Как раз, ребята, я еще подготовил вот такое ведро воды, поэтому мы что делаем? Мы делаем вот так вот раз, и все, ребята, обсидиан у нас уже имеется. Вот только водичку надо забрать. Вот так вот, все, отлично. О, кстати, ребята, алма... Я еще нашел алмазы. О, ого, о, два. Я же выкопал один. Ладно, это новая версия Майнкрафта, я не шарю. Продолжаем, ребята, дальше заливать это лавовое озеро, потому что нам нужно как можно больше обсидиана. И теперь давайте посмотрим, насколько быстро я буду копать обсидиан. Раз, два, три. Копаем и... Нифига, я копаю его как камень, офигеть. Все-таки, ребята, не зря я купил вот такую именно кирку за 3000 арисов. Я думаю, что она стоит того, на самом деле. Ну что же, прошло около 15 минут, и вот так выглядит мой сейчас инвентарь. Кстати говоря, ребята, смотрите, если мы пойдем сюда, то здесь будут что? Правильно, алмазы. Я их специально не добывал, потому что я хотел их добыть на видео, поэтому вот, ребята, добываю их. Получаю сколько? 11 алмазов, неплохо. И мне остается всего лишь 4 штучки добыть, поэтому 1-3 штучка, 2 штучка, 3 штучка и... Ой, нет, нет, нет. Ты чё? Нет, 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 нет. Если бы я знал, то я бы точно, ребята, не умер, отправился на спаун и просто бы скрафтил эти штуки. Короче, ладно, ребята, в любом случае у нас уже 7 левел, и давайте мы снова идем на спаун. Значит, заходим в призы и получаем за 7 левел вот нифига... А, набор тритона. Ладно, ребята, всё, всё равно, ребята, это халявный набор тритона, камон. Напоминаю то, что, ребята, статус у нас гидра, поэтому набор тритона это намного лучше, чем набор гидры, вы знаете, угу. Также подарком нам дали стрела урона, донатерская шмотка и вот такой отвар Василиск. Тоже донатерская шмотка, если что. Ну и как вы знаете, я король ПВП, поэтому мы идем на СРВ гриф 2. И там сервер заполнен. Так, стоп, это не дело, это не дело. Я всё равно попаду, ребята, на второй гриф, какие... Ну вот, в принципе, вот я и попал. Здесь у нас играет целых 150 игроков, поэтому мы прописываем команду ПВП-С. Опа-на, опа-на. Ребята, мне нашелся поединок с игроком, поэтому что мы делаем? Мы забираем у него вот так... А, это, это читер, ребята, это, да, это читер, блин. Но, ребята, ничего, у нас есть отвар Василис, который нам поможет его закосить, поэтому мы его пьём хорошо, ломаем ему щит и пытаемся, ребята, заховывать Гэббл, пока не поздно, потому что он нам сломает очень много сердечек, но, ребята, но мы попробуем его снести больше. Блин, что-то не получается у нас, блинский, ребята, 4 сердечка. Нет, 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 братан, ты меня не сольёшь так просто. Нам нужно, ребята, сломать ему первый, наверное, щит. Всё, щит у него сломан, по идее как, и теперь мы должны его просто-просто гасить, ребята, мечиком. Вот так, раз, два, всё, куда, куда убегаешь, братишка, всё, 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 читы не помогают, да, а почему читы не помогают? А потому что надо пвп-хаться, честно. Да, куда, куда, куда под водичку, куда ты убегаешь, куда? Блин, ребята, я его так не догоню, к сожалению, но я надеюсь, что он, или, или он, ага, не, ребята, он хочет меня закосить, это 100%. У нас ещё, ребята, бафы работают, поэтому мы сносим ему щит, давайте быстренько сносим щит, давай, 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 все, ребята, сойдёт с него щит, хорошо, и теперь просто пытаемся по нему просто-напросто попадать, ребята, самое главное, просто по нему попадать, потому что у него голова крутится на 360, и он точно это может по нему попасть. В любом случае, мне кажется, ребята, он будет просто от меня ливать вот под воду. Да, поэтому давайте мы отсюда выберемся немножечко. Он, ребята, естественно, бежит за нами. У него есть пёрки, ребята. Вот этого я не ожидал, конечно. Но в любом случае, ломаем. Блин, ребята, он... Он что-то... Он очень сильно меня бьёт, смотрите. Просто очень-очень сильно. Но, ребята, я противостою против читера вас, потому что... Потому что я фриз. Потому что я топ-1 БВП-шер. Поэтому даём ему стрелу. Хорошо. Даём ещё одну стрелу. И ещё одну. Всё. Фух. Ребята, мы его слили. Камон. Всё поимели. Давайте посмотрим. Это у нас защита двойка. Хорошо. И острота три. А у меня, ребята, защита один. И острота один. Поэтому, ребята, я топ-1 БВП-шер. Если не согласны, пишите в комментариях. Угу. Окей. Мы с нами снова телепортируемся на гриф одиннадцатый. Потому что это гриф этого челика. Слодируем новые шмотки. Вот сюда. Броня за два, за три. Это за четыре. Неважно абсолютно. И меня смущает тот факт, что у него статус гидра. Поэтому я вам предлагаю купить немножечко ключей. Именно кейсов с обычными привилегиями. Например, купим 10 ключей. Почему бы нет? Ну и вот, ребятки, я написал в чат, что игрок вот такой-то купил 10 кейсов с обычным донатом. С обычным? Подожди. А какой есть ещё донат? Окей, ребята. Это мы сейчас проверим. Пробежим спаун. И идём вот сюда. В кейсы. Предлагаю открывать вверх посередине. Потому что мне он больше всех нравится. Давайте посмотрим. А, кейс с редким донатом и кейс с обычным. Подожди. Давайте посмотрим, что здесь у нас находится. Здесь у нас находится... Ага, тут от сервера может выпасть до фобуса. Ага. А здесь, ребята, нам может выпасть что? Гидра, сервер, тритон, феникс и пандар. Блин, я не те кейсы купил. Ну ладно, ребята. Открываем сразу пять ключей. Нажимаем открыть кейс. И просто смотрим, что мне выпадет. Я надеюсь, что мне выпадет хотя бы какой-нибудь сервер. О, блин, или феникс. Ребята, сервер. Окей, уже есть сервер. Либо же... Давай тритон. Братан, давай. Я знаю, что ты можешь тритона выбить. Давай, 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 давай. Очень, ребята, много фениксов было. Давай, давай. Гидра. Я выбил только сервер. Окей, ребята, у меня есть еще пять кейсов. Поэтому давайте мы используем три ключа и повысим шансы. А, вот так не можем, да? Один. Окей. Давайте, короче, все, ребята. Пробуем. Мы повысили шансы и нам должны... Ну, должно, ребята, что-то крутое вывозь. Да иди ты. Какой сервер вонючий. Так, ребята, я купил вот 10 кейсов с редким донатом. Поэтому давайте сейчас мы снова открываем уже вот эту штуку. И я вам добавлю, что здесь выпадает от сервера до фобоса. Поэтому все, ребята, полетели. Давайте. Один ключ. Не повышаем шансы. Пускай будет так. Открываем. Просто, ребята, один ключ. Я уверен, что у меня самого ключа дробнется тритон. Поэтому давай. Тритон. Тритон. Вот. Я был, ребята, просто уверен. Я был в этом 100% уверен. Но, ребята, этого мало. Давайте используем вот кейс. Открываем 5 ключей сразу. Окей. Вот так вот с редким донатом. Открыть. И давай феникс. Ребята, мне выводит 100% феникс. Я уверен на 1000%. Поэтому. Давай. А где феникс? Где феникс? О, пандар. А где феникс? Ребята, давай феникс. Какой тритон? Нет. Нет. Феникс. Феникс, бро. Бро. Давай, дай феникса. Пожалуйста. Давай. 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 Ха-ха. Я, ребята, просто знал. Я знал. Да, да, да. Пишите то, что это подкрутка. Угу. Ну и если мы сейчас пропишем команду Донейт, то мы увидим то, что феникс, ребята, стоит у нас 500 рублей. Да, немножечко неогуб. Но. Зато. Я, ребята, могу прописать свой набор. Если вы не знаете, то здесь Алмазка З2. Это неплохо. Поэтому мы его получаем. Ну и также теперь мы можем заходить на любые сервера без очереди. Получается, пишем просто хаб. Допустим. Нажимаем на выбрать режим. И вот смотрите. Здесь играет 152 игрока. Мы нажимаем и мы присоединяемся. Вот так вот. Вот так, ребята. Это может от команды... Ой, точнее, от Дата Феникса. Вот так вот. А еще мы можем приобретать команду Неар и узнать, кто поблизости. Но пока что здесь никого нету. Поэтому давайте мы напишем спаун и пропишем команду Нир вот здесь. Давайте. Неар прописываем. И, как можете заметить, ребята, здесь очень много игроков. И я даже могу посмотреть их инвентарь. Как раз таки вот у этого челика топорик, у этого челика ничего. Ну и так далее. Я думаю, ребята, то, что вы поняли, как это работает. Поэтому Феникс это, на самом деле, имба-привилегия. Кстати, 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 кстати. Мы можем прописать еще ЕК. Да, ребята, это наш ручной сундук края. Поэтому можем сюда сладировать всякие ресурсы и просто прописать ЕК и их снова взять. Блин, это понтовая привилегия. Реально, за 500 рублей это супер понт. Ребята, взгляните в чат. Возле вас не превратился игрок, поэтому мы пишем Неар. Ребята, смотрите. Фриз, выйди, Сака, пуши, выйди, он мой, я его владе... Да ладно, Егор. Ребята, Егор оказывается владельцем этого аккаунта. Черт. Черт, 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 черт. Меня спалили сразу же, блин. Но выходить, ребята, я не собираюсь, потому что у нас еще целая прокачка впереди, поэтому мы лучше с вами промешиваем хаб, зайдем на один стеклодистический гриф, телепортируемся на его домик, складируем все его ресурсы. Ну и теперь начинается самое-самое интересное. Значит, мы заходим в вкладку шоп, и у нас есть 3400 арисов. Первый набер, ребята, мы покупаем цветок метеора, потому что это полный имбайд. Далее, мы с вами покупаем стрелы. Давайте стрелашока, потому что они демократичные. Они, как, как сказать? Они стоят мало, короче. Демократичная цена. Демократическая. Вот. И у нас остается 885 арисов. Отлично. Нам еще хватает на что? Правильно, на астроту-5. Поэтому давайте мы, опять же-таки, возьмем отсюда наш мечик и зачерем его на астроту-5. Почему бы нет? Шоп. Раздел зачарований. И сюда. Астрота-5. Все. Ребята, у нас есть самый топовый меч. У нас есть самый топовый предмет. И крутые стрелы. Что еще для счастья надо? Ну и вот, ребята, как раз таки я заприметил какого-то игрока. Поэтому мы в него вот так стреляли. Ах, ты ж ничего себе. Ребята, а он тоже не пальцем деланный. Он не носит просто, ребята, беженый урон. Но у меня, ребята, это стрелы шока. Поэтому у меня-то урон будет немножечко побольше. Я даже не могу попасть. Блин, у меня вот этот экран просто офигеть как жестко шатается. Эй, а как он? Как он так телепортировался? Алло, подожди. Стой, братишка, стой, 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 стой. Не так все быстро. Я еще не готов умирать. Поэтому, что он так лагает, ребята, вопрос. Смотрите, какой у него огромный пинг. Но, ребята, меня это не волнует. Потому что у меня лучший пока что инвентарь. И я ему зашу по три сердечка. О, у него есть перки. Ребята, у него есть перки. Это плохо. В любом случае, ребята, мы с ним его целимся. Попадаем. Хорошо. Еще раз промазываем. И он убегает куда-то в воду. Братишка, зря ты это сделал. Потому что у меня есть виды метеора. Поэтому, что мы, ребята, делаем? Мы подбегаем как можно ближе к нему. И, самое главное, направляем метеор вот сюда. И нифига. Ребята, я ему ничего не нанес. Черт, я промазал. У него, ребята, очень какой-то крутой лук. Поэтому давайте мы его догоним. Точнее, точнее, почему он отбегает от меня? Братишка, я понимаю, что у тебя очень крутой лук, но... О, я попал. Нифига себе. Все, ребятки, я ему дал КД. И теперь самое главное его просто-напросто догнать. Потому что он постоянно ливает в этот водоем. Чертов. И смотрите, ребята, сейчас будет жопа. Так вот, разделаем. Оп, и да. Все, ребята, просто прямое попадание в цель. Смотрите, убийство. Я ему нанес очень много сердечек. И давайте посмотрим, что это было за парня. Это у нас, например... Пр... Чего? Протекшн-1? Подождите. То есть я не мог снять Протекшн-1? Вы серьезно? Окей, а что у него за лук? А, силой 4. Ага. Ага. Ну вот, теперь все поставило на свои места. Ребята, взлетим в чат. Он пишет, отдай ПЖ. Окей, мы его принимаем к себе. Давай ТПУЕС прописываем. Подожди, он ко мне телепортировался. Эй, куда? А вы знаете, он вроде как и не хочет теперь телепортироваться. Ну ладно, ребята, окей. Мы телепортируемся на ком-то-то... Хом-э-э-ф. Вот так вот. Опа, на. О, Егор Костендов. Здорово. Все, 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 все. Все, извини, но нет, все. Это, это уже мой аккаунт. До свидания. Сладируем его шмотки вот сюда. И давайте... Блин, ну он мне... А, он в регионе. Ты фриз? Я напишу, нет, я не фриз. Блин, черт. Прокачка эта пошла не по плану. Потому что меня немножечко спалил Егор Сынов-2. Я владелец АК. Врешь. Ну все, ребятки, убиваем этого самозванца. Потому что я не знаю, кто это такой. Он почему-то представляется владельцем этого аккаунта. Хотя, это я владелец аккаунта. Угу. Но мы с вами снова пишем ПВП-С. И просто, ребята, ждем. Опа-на. Ребята, это какой-то алмазник. Окей, мы давайте его попробуем исцелить. Потому что у нас есть топовые стрелы, которые я почему... А, это что, читер, что ли? Да ладно, снова, что ли? Да ладно, нет. Нет, ребята, то ли... Да, это этот же читер. Камон, я забыл его забанить. Ладно, хорошо. Среды метеора. Нифига. Блин, ребята, это очень плохо. Это очень плохой знак. Еще раз, пробуем. Давай, через... Блин, ребята, только через 4 секунды могу использовать. Черт, 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 ребята, убегаем. Пока что просто убегаем. Нам нужно просто прожить немножечко времени и убежать от этих деревьев. Потому что метеор падает, ребята, прямо на деревья и... Все. Хух, все. Мы избавились от читера. Хух, хух, второй раз. Да. Я умею, ребята, я просто умею. Что мы, ребята, с него поимели на этот раз? Это у нас... Снова за счет 1? А че... Почему я не могу убить за счет 1? Что со своим скиллом стало? Эй. Ладно, пробить своим екам. Давайте мы сатируем вот сюда все наши шмотки на гриферные. Ну и вы знаете, меня звучит только один факт. То, что я не могу телепортироваться вот сюда. Телепортироваться возле игроков. Мне немножечко не хватает доната. Но, ребята, у нас есть офигительный кейс. Называется кейс все или ничего. И здесь он может выбрать как игрок, где шанс попадения очень высокий. Либо же аристократ, где шанс попадения высокий. Просто, чтобы вы понимали, такого кейса вообще на сайте нету. Я че не записывал, что ли? Я че не записывал, как я выбил аристократа только что? Вы че угораете? Короче, ребята, я не знаю, я записывал это или нет. Но, посмотрите, я выиграл с кейса все или ничего аристократ. И все просто в афиге. Я могу прописывать в лайк. Я могу год прописать. Я могу вальню прописать. Я могу вообще все. Посмотрите, даже Аристоке не может шмотки прописать. Ребята, я просто могу грант сейчас прописать. И вот рандомно выдать, допустим, пандар. Почему бы нет? Могу гидру выдать. Давайте зайдем на СРВ гриф 11. Откроем таб. И вот, допустим, грант пропишем снова. Нажмем на гидру. И давайте мы напишем привилегию. Ой, привилегию. Ник Зонт. Все, пишем конфирм. И все, ребята, мы подарили игроку просто грант. Вот так вот. Разрешите обратиться. Окей, давай, принимаем тебя к себе. Что ты хочешь? Поздравляю вас с аристократом. Первое. А второе. Дайте, пожалуйста, какие-то наарки, умоляю. Я за вас свечку в церковь поставлю. Ко мне, ребятки, уже обращаются на вы. Потому что я аристократ. Привилегии за 15 тысяч рублей. Ё-моё. Окей, ребята, складываем всю нашу броню вот сюда. Уже не помещаются, ребята. Просто броня наша уже не помещается в эти сундуки. Потому что мы сейчас провисуем кит. И прописываем набор аристократа. Ребята, просто посмотрите, сколько здесь тателем. Здесь офигительный баф. Здесь офигительная броня и офигительный мечик. В общем, одним словом, просто, про, просто офигеть. Это просто не описать. Реально. Кап, кам. С одного кейса. Точнее, с двух. С двух кейсов аристократ. Ё-моё. Теперь-то, ребята, мы можем прописать РТП. Прописать теперь телепритацию возраста игроков. И прописать не ар. Вот, ребята, пожалуйста, сколько есть поблизости игроков. Просто жесть. И теперь, ребята, я могу просто кинуть пёрочку. Не попасть немножечко. Ещё раз кинуть пёрочку. Ну и попасть уже, ребята, собственно говоря, к игрокам. И мы их сливаем. Просто, ребята, это, это самая имбовая привилегия. Посмотрите, я могу сейчас слить этих чолов. Вот. Да, блин, сливайся, чел. Да, да, камон, давай, сливайся. О, нифига себе здесь чолов. Ребята, это, это просто идеально, но... Блин, ладно, мне не нужно, на самом деле. Ладно, сливаем. А линут, ребята, у нас, походу, не получится. Потому что меня уже тут по полной таргетят. Посмотрите, просто, ребята, ну, я, в принципе, не удивлён. Только я получил кит, и меня сразу же начинают вдвоём, втроём таргетить. Класс. Блин, только кит прописал. Ну, камон. И у челика самый топовый набор. Ну, что за дела? Ладно, ребята, я кидаю пёрочку сюда. Давайте мы забиваем топовый набор. Как раз таки, давайте проверим этот набор на прочность. Здесь какой-то супер чел-топпер. У него очень крутой аккаунт, который очень прокачан. У него есть даже, ребята, прокачка перса. А, что я так сделал, перса? Странно. И у него есть, ребята, даже элитры. То есть, ну, что вы понимали, насколько этот челик жёсткий, у него есть элитры. Камон. В любом случае, попытаемся с ним попрятаться. У него, по-моему, чешуя Василиска в руке. Это тоже очень крутая штучка. И я ему не ношу ровным чётом вообще ничего, походу. Смотрите. Да, ноль. А, нет, слушай, я ему наношу по сердечку. Неплохо. В аторик, ребята, он очень часто по мне попадает. И из-за того, что у меня нет огнестойкости, я просто не попадаю по этому игроку. Угу. Но почему я ему так мало наношу? Вопрос. О, смотрите, я вообще ему не ношу ничего. Даже критом. Вообще ноль. Я могу отсюда линуть. Дайте мне линуть, пожалуйста, спокойно. Спокойно отсюда линуть. Ребята, и походу я всё-таки смогу от него линуть, потому что я кинул фейк-пёрку куда-то туда. А основную пёрку кинул вообще в обратную сторону. Поэтому сейчас мы просто кидаем пёрышки направо и налево. И зайдём ваниш по-быстренькому. Всё, ребятки, когда закончилось, пишем ваниш и пишем год. Всё, флай. Всё, ребята, я теперь год. Я теперь просто, ребята, бок. Смотрите, я могу летать. Я могу снова туда прилететь, посмотреть, что здесь делается. Здесь вон какие-то челики. Да, здорово, здорово, ребята. И смотрите, я не могу войти в этот регион почему-то. Нифига себе, это что такое? Э, почему? Я же этот, как-то не могу, аристократ. Я не могу войти в регион? Почему? А, ладно, ребята, давайте пойдём на SRV GRIF 11. Оскладируем все эти шмотки. Посмотрите, как они по-козы и жёстко, но... Мне уже, ребята, немножечко... Я аристократ. Эти мы уже всё скатываем. Ох, стопэ, стоп, стоп, ребята. А смотрите, что я могу сделать точно. Я же аристократ. Блин, меня осенило. Про бизнес-кманду, фикс, алл, и вот, пожалуйста, всё. Ребята, новенькая броня, пожалуйста, забирайте. Просто, господи, какой это крутой донат, реально. Ну, за 15 тысяч всё-таки, да? Кух, ребята, в общем-то, вот такая прокача у нас получилась. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь и поставьте колокольчик. Ну, и также перед вами выскачало два видео, которые видите прямо сейчас на экране. Они получились не менее интересными, поэтому жду вас там. Играйте, как обычно, на ResMine. IP на экране и в описании. Присоединяйтесь. А с вами был Фриз. Всем пока. Большое спасибо за просмотр. Пока.